Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. Сейчас будет расклад на тему «Что скоро случится?». Подумайте о себе, произнесите свое имя, посмотрим, что же у вас в ближайшее время может произойти. Выпала гора, скала. Это символ препятствий на пути. Это могут быть люди или обстоятельства, мешающие добиться желаемого. Нужно ждать, либо искать способ обойти эту гору. Гора – символ неподвижности. Это означает, что нужно готовиться, либо заняться решением проблемы. Необходимо тщательно продумывать каждый свой шаг. Однако это и означает, что у вас есть возможность преодолеть препятствия и одержать победу над этими обстоятельствами, в которых вы окажетесь. Ракулшут выпал – это какой-то прорыв, новый виток, обновление, освобождение от чего-то, нестандартный способ мышления. То есть вы найдете эту лазейку, у вас будет умение противостоять тому, что у вас могут быть какие-то преграды на пути. Ну и также очищение. Это, опять же, указывает на то, что вы должны пересмотреть все, что у вас сейчас происходит, все свои мысли, поступки. Возможно, просто очиститься от чего-то, от прошлого, убрать какие-то свои сомнения, убрать неприятности, может быть, каких-то людей. Либо же просто провести генеральную уборку у себя дома, то есть избавиться от всего ненужного, от прошлого, дать пространство, дать воздух, чтобы к вам пришла новая энергия, новые силы. Карта императрицы говорит, что вас ожидают неплохие перспективы, порой даже в непростых ситуациях. Вы будете обладать верным чутьем как в бизнесе, так и в каком-то творческом процессе. За свои идеи и нововведения вы можете получить неплохое вознаграждение. Вас в разных ситуациях будет ожидать много интересных и увлекательных возможностей, от которых просто нельзя будет отказаться. Но также это говорит, что вы очень хорошо можете работать в команде и при этом добиваться неплохих результатов. Вы будете получать удовольствие от того дела, которым будете заниматься. Ну и также выпала карта работы. Возможно, вам что-то предложат новое, новое какое-то дело. Либо, возможно, вы займетесь дополнительной работой, и в которой, может быть, у вас не будет опыта, но вы будете очень хорошо с этим справляться. Опять же, это может вам принести удовольствие, ну и дополнительный хороший заработок. Если же у кого-то стоит вопрос о смене работы, стоит ли менять рабочее место или нет, то карта подсказывает, что наступило время решиться сменить сферу деятельности на более удачную. Ну и также шестерка Пентакли нам показывает, что вы в ближайшее время будете решать текущие проблемы, улучшать свою жизнь, разрешение каких-то сложных и запутанных ситуаций. Также это показывает и щедрость, возможно, принятие подарков, уравновешенность, великодушие. Также эта карта указывает на награду, успех и перспективный проект, если вы что-то, чем-то новым решили заняться. Возможно, к вам кто-то может обратиться за финансовой поддержкой, если у вас есть такая возможность, окажите ее, не отказывайте. Если же у вас планируется какая-то сделка, она завершится удачно, не станет переноситься на другой срок, и с партнером будет легко найти компромисс. Если же в данной жизненной ситуации, в данный момент вам нужна материальная помощь, то вы ее в скором времени получите. Но метафорическая карта подсказывает, что преграды, которые у вас сейчас на пути, они временные, и вы обязательно найдете правильный путь, к вам придет озарение, и вы найдете выход из ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Ну вот так вот нам показали карты. Спасибо за просмотр. Всего доброго.